Жить и работать надо в Магнитогорске. Таков обобщенный посыл главы города Сергея Берникова студентам Политехнического колледжа, с которыми он встретился в среду, 24 апреля. Какие при этом аргументы приводил Сергей Николаевич, узнаем из сюжета. Подобные встречи главы с горожанами разного возраста и рода занятий стали традицией. Трудовые коллективы, активисты общественных организаций, ветераны, студенты. На этот раз учащаяся молодежь встречала главу в Политехническом колледже. В начале встречи Сергей Берников сообщил, что диалог власти и жителей города, установившиеся в последнее время, приносят свои плоды. И порой действительно, вот те вопросы, которые бы можно было решить за день-два, то и за час-два, мы не решали, может быть, года или десятилетия. С одной стороны, потому что об этом просто не знали, а с другой стороны, может быть, не было того волшебного пинка от общества, когда бы администрация города приподнялась и сделала там какой-то шаг. Горожан волнуют примерно одни и те же вопросы. Все мы хотим жить в комфортных условиях. Нам нужны дороги и тротуары без выбоин и ухабов. Мы хотим видеть вокруг не серые коробки зданий, а шелестящие листвой деревья. Благоустройство города среди задач местной власти на первом месте. В этом году мы опять вкладываем порядка полумиллиарда рублей на восстановление наших дорог. В прошлом году мы посадили вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом более пяти с половиной тысяч деревьев. И у нас такая с ним разбита программа еще на пять лет по две с половиной тысячи каждый год. Молодые люди, конечно, сами видят часть позитивных изменений, произошедших в Магнитогорске. Чистые от несанкционированной рекламы фасады домов, новенькие трамваи, которых станет на маршрутах Магнитки больше, вызывающие зависть у гостей из областного центра, отремонтированные и переоснащенные поликлиники и больницы. Из того, что молодежь может и не знать, хотя это делается в их интересах, открытие в следующем году новой школы на тысячу учеников и обновленного театра имени Пушкина. Гордостью горожан можно считать и преображенный парк у вечного огня, и приведенный в порядок экологический парк. Совсем скоро начнется строительство суперсовременного парка притяжения. Уже сегодня наш город является одним из самых лучших на всем уровне. Реально, все, кто приезжают, мы бываем часто. Мы много берем от других городов, учимся из других стран и все у себя это реализуем. Чуть более часа длилась встреча Сергея Берникова со студентами Политехнического колледжа. В ее завершении глава города успел ответить и на несколько вопросов собравшихся. Андрей Рыжков, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.